Знакомые все лица в нашей студии, но это не делает их менее интересными. В нашей студии сегодня Илья Олегович Орлов, физик-старший преподаватель НГУ, заместитель директора по научно-методической работе Большого Новосибирского планетария. Еще много у него заслуг интересных, о них чуть позже. И, конечно же, неизменный Павел Хаснулин, научный популяризатор, основатель проекта Science и, между прочим, кандидат медицинских наук. Доброе утро! Доброе утро! Ну что, в связи, к сожалению, с печальными событиями, но, тем не менее, все мы понимаем, что делает человек вечным, это его деятельность, собственно. Да, его заслуг. Вот, и поговорим о научно-просветительской деятельности мистера Стивена Хокинга. Занимался он физикой, астрофизикой и, в частности, сегодня, я так понимаю, о черных дырах, да? Да, обо всем. И обо всем. Да, обо всем помогает. Ну, и я вначале хочу сказать, во-первых, о вкладе человека, который боролся в течение всей жизни, фактически, со своим недугом, ну, то есть, это ближе к моей профессиональной деятельности. Ну да, это совершенно вообще отдельная тема, как он смог это сделать. Да, у него был боковой амитрофический склероз, это... На тот момент, я так понимаю, совершенно редкий случай. Это и сейчас, это до сих пор достаточно редкое заболевание. Пророчили ему два года всего, он дожил до 76, это удивительно. Да, ну, на самом деле, можно сказать, в какой-то мере ему повезло, и потому что большинство, действительно, людей, у которых появляется это заболевание, они очень быстро погибают из-за паралича дыхательной мускулатуры. А известно, почему ему повезло? Ну, просто так сложилось, такая локализация, что у него именно были поражены нейроны, ответственные в основном за двигательную мускулатуру, а не за дыхательную. Ну, и к тому же, плюс, он, то есть, ему проводилась терапия соответствующая, то есть... Что-то пытались сделать. Конечно, конечно, конечно. Ну, и человек вот в течение всей жизни боролся со своим таким серьезным недугом и внес огромный вклад как в науку, в исследовательскую деятельность, так и в популяризаторскую деятельность. Ну, мы про это попозже поговорим, а пока вот Илья расскажет нам о конкретных достижениях, открытиях, которые он совершил. Да, постараюсь. Ну, во-первых, хочу сказать, что ему, конечно, очень повезло в медицинском плане, но это не умаляет его заслуг и как ученого, и как пуляризатора. Да, даже не каждый здоровый человек. Конечно, конечно, конечно. Значит, что касается именно научного его вклада, то научный вклад его огромен. Вот сейчас идут жаркие обсуждения, вот ему не дали Нобелевскую премию, ему так и не дали Нобелевскую премию. Вот заслуженно не дали, незаслуженно не дали. Ну, лично я считаю, что он вполне заслуживал по совокупности заслуг таких высоких наград, и действительно высоких наград из научного мира у него очень много. Он и рыцарь Битанской империи, он и профессор на Лукасианской кафедре, которую раньше занимал Ньютон. В общем, так или иначе, его вклад отмечен во всем мире очень активно. То, чем он особенно известен в науке, это, конечно, его циклом работ с различными соавторами по физике черных дыр. Вот это вообще очень интересная штука, потому что само понятие черные дыра ввел еще Ньютон. То есть ему лет 300 этому понятию. Но это была исключительно такая математическая модель, что да, действительно, если плотность вещества будет очень большой, то вот будет какое-то такое странное маленькое нечто, про которое мы ничего не знаем, которое не будет светиться. Потом в начале 20 века Эйнштейн с последователями несколько уточнили эти теории, но все равно оно оставалось только теорией. И если говорить чуть-чуть пафосно, то Стивен Хокинг рассказал нам, как смотреть на черные дыры. Как мы их можем увидеть, в принципе. И, естественно, вот основной его результат называется излучением Хокинга. Я специально посмотрел, примерно 10 штук в физике теперь называются именем Хокинга. Это и уравнение Хокинга, и вот излучение Хокинга, и эффект Хокинга, и так далее, и так далее. В общем, он доказал парадоксальную вещь, что черные дыры, они светятся. То есть это оказалось совершенно невозможным в физике, потому что черная дыра, она поглощает все и не излучает ничего. Но вот оказалось по работам Хокинга, которые, кстати, выросли из его обсуждений с нашими советскими физиками, со Старобинским и другими товарищами, они на конференциях много встречались, вот из этих обсуждений появилась работа по излучению Хокинга. То есть черная дыра не сама по себе излучает свет, а ее окрестности, где очень сильное гравитационное поле, они излучают свет. И сейчас это, пожалуй, единственный возможный способ доказать, что черные дыры на самом деле есть. А это, кстати, до сих пор не доказано. То есть до сих пор такой более теоретический эффект, чем наблюдаемые результаты. Но благодаря Хокингу теперь все в это верят, что это действительно так. Ну, насколько я понимала, простыми словами он продвигал ту идею, что Вселенная появилась из ничего, в ничто превратится, и все как-то вот так вот из ничего было, и в ничто превращается, и все это циклично так повторяется. Про превратиться непонятно, до сих пор непонятно, что будет со Вселенной и того. Но вот да, действительно, теория Большого Взрыва, она и обрела популярность, и обрела какую-то научную завершенность, в том числе благодаря Хокингу. Про телепортацию я что-то слышал. Ой, это сложно. Это сложно, и действительно предсказываются так называемые кротовые норы, и Стивен Хокинг тоже этому уделил свое время. Но это очень не доказано. Это совершенно не доказано. В связи с черными дырами еще следует поговорить, наверное, о понятии сингулярности, которые Стивен Хокинг разрабатывал. Обязательно, но после рекламы. Астрофизику сегодня обсуждаем. Вместе с Ильей Орловым, Павлом Хаснольным остановились на понятии сингулярности. Да, что такое сингулярность и вообще... Это хороший вопрос. Вот есть шуточка, что когда ученые что-то не понимают, они для того, чтобы хоть как-то об этом говорить, придумывают умное слово. Вот сингулярность это такое специальное умное слово, которое придумано для того, чтобы писать, что мы ничего не понимаем, что у нас там внутри черной дыры, и что у нас было в начале времен в момент большого взрыва. Сингулярность. Вместо того, чтобы говорить что-то, говорят сингулярность. Вместо говорить что-то, о чем мы ничего не знаем, говорят сингулярность. Красавчики, молодцы. Так вы и работаете, да, умные люди? Конечно. Надо взять на заметку. Кто-то что-то спросит тебя, да, ты? Сингулярность. Я понял вашу сингулярную мысль. Примерно так, да. То есть на самом деле, действительно, физике нашей уже очень много лет, и астрофизике довольно много лет, но мы во многом еще совсем не разбираемся. То есть совсем не представляем, как описывать. У нас нет той науки, которая способна, например, описать внутренности черной дыры. То есть Хокинг, опять же, очень много шагов в этом направлении сделал, но до финиша и там еще очень далеко. Можно еще немножко про теорию большого взрыва и про термодинамику Вселенной? Ой, чуть-чуть. Умные слова. Сингулярность. Сингулярность. По теории большого взрыва там тоже много чего непонятного. Основной момент, что... Основные мысли, которые понятны, такие самые простые. Ага, основные мысли, которые понятны. Вселенная расширяется. Постоянно. Постоянно. Сейчас. Сейчас. Вот мы сидим, а Вселенная расширяется. Все объекты разлетаются друг от друга, значит, логично, они когда-то были близко. Ближе, чем сейчас. Ну да. Логика. Значит, когда-то они были совсем близко. А может быть, сказали физики, когда-то вся Вселенная была одной маленькой точкой. Сверх большой массы, сверх большой энергии, сверх большой температуры, сверх малых размеров. А потом оно жахнуло. Вот это вкратце теория большого взрыва. Да, но только надо понимать, что жахнуло, это не значит вот тот взрыв, который мы там можем видеть перетехнически какой-то. Это правда. А это нечто быстро расширяющееся просто. Да, нечто очень быстро расширяющееся не только в наше пространство, но и по другим осям. Тяжело человеку представить, что такое бах жахнуло не перетехнически, потому что мы не знаем, что такое быстро расширится без какого-то конспекта. Да, физики тоже не знают. Ну, стимуляторность. Термодинамика Вселенной. Ой, про это можно целую лекцию. Вот то, чем занимался Хоукинг в плане термодинамики Вселенной, это проблема исчезновения информации. Когда тело падает в черную дыру, вся информация, которую оно содержало, куда-то девается. Ну, мы-то про него помним. Это мы про него помним, а тела-то уже нет, а Вселенная-то уже практически не помнит. А особенно, когда черная дыра испаряется из-за излучения Хоукинга, эта информация вроде как пропадает совсем. А с точки зрения квантовой механики и квантовой теории информации, информация пропадать не может. Парадокс. И вот этому парадоксу Хоукинг посвятил лет 15 последних в своей жизни. И он к чему-то пришел? Нет. То есть он пришел к тому, что все-таки информация не пропадает, то есть где-то в черной дыре или вблизи черной дыры она должна накапливаться. На поверхности черной дыры. Она должна накапливаться и излучаться в космос с этим излучением Хоукинга. Но там больше вопросов, чем ответов. Пока. Я надеюсь, пока. Ну вот, и теперь надо поговорить, наверное, о популяризаторской деятельности Хоукинга. То есть он внес очень большой вклад в популяризацию науки, астрофизики, физики и вообще в принципе. И в частности, ну, то есть известно, во-первых, его собственные работы, которые там еще с 80-х годов начали появляться, публиковаться, активно тиражироваться. И на русском языке очень много переводных есть. А есть еще серия книг для детей, а не вообще для всей семьи, которую он написал вместе со своей дочерью Лизой. И вот эти книги, я думаю, что они полезны для всех и они понятны, где на простом языке объясняется для широкого круга людей, что такое наша Вселенная и что такое физика в принципе. Это правда. Книжки очень замечательные. Вот особенно, ну, самая известная, это «Краткая история времени». Вот он времени тоже много. Понять, что это такое. И в этой книге мы сможем найти ответ? Нет. Тут тоже есть парадокс, что вот эти книги Хоукинга, «Краткая история времени», «Кратчайшая история времени», они более-менее понятны для человека, не очень знакомого с наукой. А когда их начинают читать ученые, они там ничего не понимают. Потому что они пытаются достроить модели, которые Хоукинг пытался описать. И понятно, что он сказал гораздо меньше, чем надо, чтобы построить эту модель. В общем, сложно. Я не все понял. Это совсем не все. Есть еще книга «Мир в Ореховой скорлупке». Да. Там про что? Там про развитие Вселенной. Там как раз про теорию большого взрыва, про экстремальные объекты, про черные дыры и так далее. В общем, я всем очень советую. Очень классные книжки. А еще хочу сказать, что образ Хоукинга очень часто появлялся в видео и фильмах, и мультфильмах, и так далее. Даже в комедиях. Нет, он очень любил, у него было очень хорошее развитое чувство юмора, и поэтому он над собой шутил. И над, соответственно, всем ученым светом. Ну, вы-то, наверное, осмотрели теорию большого взрыва. Да, конечно. Когда Говард Воловец сделал маленькую его модельку, которой можно управлять дистанционно. И ой. Это да. Да, есть еще у нас, конечно, новость. Время пришло немножко отойти от астрофизики и пообсуждать нечто актуальное на сегодня. Вот буквально несколько дней назад на ТАСЕ опубликована новость. Ученые уточнили возраст кометы Чурюмова-Герасименко. Относительно тонкое соединение между двумя компонентами небесного тела, по мнению следователей, не могло бы сохраниться в течение нескольких миллиардов лет. Что происходит? Что это за комета? Почему нам так важно знать ее возраст? Что? А, Вселенная расширяется? Сингулярность. Нет, Вселенная расширяется. Это правда, Вселенная расширяется. Значит, с кометой Чурюмова-Герасименко... Ой, там все очень интересно. Во-первых, она Чурюмова-Герасименко. То есть ее открыли практически наши ребята. Клим Чурюмов... 1969 года. Два человека. Да, два человека. Клим Чурюмов, это украинский, советский исследователь. Он, к сожалению, скончался в прошлом году. Он открыл достаточно много комет. Вот это, пожалуй, самое известное. А самое известное, она потому, что это единственная комета, куда мы приземлились. В смысле, куда был отправлен зонд и... Он на нее упал. Он на нее упал, да. То есть Армагеддон не фантастика. Можно приземлиться к комету. Уже нет. Уже не фантастика, уже можно. Ну, он, правда, упал. Плохо упал, но упал. Ну, то есть первый шаг, первый блин несколько комом, но все равно мы получили очень много информации о том, как кометы устроены, как они взаимодействуют с другими телами Солнечной системы. Я читала, она имеет форму утки. Точно. Она имеет форму двух слипшихся шариков с перемычкой между ними. Почему она имеет такую форму? Это очень классный вопрос. Наверное, когда-то было колоссальное столкновение двух тел, и вот они вот так вот слиплись. Действительно, что-то вроде утки такое, да. Только единственная проблема, что думали до сих пор, что это произошло очень давно. 4,5 миллиарда лет назад на этапах формирования Солнечной системы. То есть когда вот все эти планеты, астероиды сформировались, вот тогда же сформировались и все эти кометы. Оказалось, ничего подобного. Да. На самом деле, по анализу спектра, по анализу грунта этой кометы, мы все-таки успели сделать всякие разные анализы, ученые поняли, что миллиарды лет такая уточка не пожила. Потому что она из двух частей? Да, потому что она из двух частей, они бы либо развалились, либо представляли бы собой совершенно другую форму. Да, там склеились бы сильнее. Нечто еще более плотное. Да, именно так. А это значит, что формирование Солнечной системы еще не завершено. То есть что идут динамические активные процессы. Что наша Солнечная система живет каким-то образом. Формируются новые тела, разрушаются старые тела. В общем, все гораздо более интересно. Наверное, поэтому, в том числе, Стивен Хокинг, я тоже читала, что был за то, чтобы мы осваивали новые планеты, потому что если все еще расширяется и все еще так активно летает во Вселенной, значит, и нам тоже может что-то угрожать. Это правда. Он вообще говорит, что человечество вряд ли переживет следующую тысячу лет, если не выйдет в космос. Ну, то есть он, конечно, оптимист и юморной товарищ, но вот он периодически делал такие предсказания, которые заставляют задуматься. В общем, все на Марс. Надо поторопиться. Как минимум, как минимум все на Марс. Или Луну, или Марс, он говорит, надо клавнизировать. Сначала Луна, а потом Марс. То есть все. Даже уже порядок есть. Уже все, уже план, да? Давайте еще обсудим из астрономических событий, что мы можем наблюдать, например, про астероид, который 18 марта можно... Давайте. Ой, астероид 18 марта, это да. Так называется? Нет. Он 18 марта прилетит. Да. Ну, как прилетит? Он пролетит мимо нашей планеты на расстоянии в 4 лунных дистанции. То есть 4 раза дальше, чем Луна. С какого избирательного участка можно зайти на работу? Если у вас нет телескопа, то вам это не грозит, к сожалению. Ну, действительно, не очень тривиальное событие. На самом деле астероиды мимо нас летают с завидной регулярностью. За сутки на Землю выпадает примерно 5 тонн астероидной пыли. Ну, в основном в виде пыли. Я-то думаю, почему я каждые выходные пыль вытираю, а она все появляется и появляется. А я на машине главное это все решу, а это вон что оказывается. А вот, кстати, не исключено, что в той пыли, которую мы регулярно протираем... Да наверняка. Мне ее надо не смывать, а собирать в один шарик, и у меня будет дома астероид. Ну, если как-то отделить эту грязь из сутки, то... Фу, какая гадость, о чем я говорю? Ну, действительно, 18 марта мимо нашей планеты пролетит достаточно большой астероид, то есть примерно 100 метрового размера. Так бывает нечасто, то есть обычно они помельче все-таки. Но, к сожалению, все-таки довольно далеко, и он тусклый, в смысле он плохо отражает свет солнца. Поэтому глазами ничего не увидим, к сожалению. Поэтому большой новосибирский планетарий. А мы постараемся, мы постараемся. Спасибо большое. Если будет погода. Спасибо. У нас в гостях был Илья Олегович Орлов, физик-старший преподаватель МГУ и заместитель директора по научно-методической работе Большого Новосибирского планетария и научный популяризатор, основатель проекта Science, Ка, Павел Хаснулин. Спасибо, друзья. Спасибо. Как всегда, очень интересно. До встречи. До встречи.